Власти, напротив, не знали, на что потратить профицит бюджетом. Сейчас ситуация развернулась в обратную сторону. Страну сравнивают с Саудовской Аравией, которой приходится тратить резервы, чтобы компенсировать падение доходов с экспорта. Только у Австралии нет своего сырьевого фонда на случай кризисов, поэтому она просто наращивает долги. Примерно вдвое за последние два года. Рассуждает аналитик инвест-департамента ВТБ-24 Олег Душин. Не в чего не ходит, но падение цен на другие сырьевые ресурсы больно отражаются. На бюджет, и, соответственно, долг австралийский растет, поскольку советское качество вынуждено все время заимствовать на внешнем ракте. Следствие мы дамутрить, мы где-то там у них долг сейчас 60% от ВВП. Власти не решаются на крупные сокращения, но признают, что страна подхватила европейскую болезнь, намекая на Грецию и другие закредитованные страны Евросоюза. Что символично, австралийский крупный бизнес уже не церемонится со своими сотрудниками. Например, на металлургических предприятиях недавно было объявлено сокращение зарплаты на 10%. Это вызвало бурю возмущения в обществе. Австралийцы привыкли к стандартам жизни на уровне Швейцарии. Местные экономисты заявляют, что настоящие проблемы еще впереди. Падение доходов может быть до уровня Греции, а то и ниже. Советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие» Сергей Хистанов полагает, что бить тревогу пока рано. Несмотря на то, что экономика Австралии столкнулась с умеренным спадом, считать каких-либо больших проблем, сопоставимых с долговыми проблемами Греции, в ближайшие годы точно нет. Во-первых, уровень долга не очень велик. Доля же сырья в ВВП Австралии заметно меньше, чем аналогичная доля в экономике таких стран, как Россия или страны экспортеров. Главная причина австралийских неудач – замедление в Китае. Его экономика тянет за собой на дно весь регион, в особенности Австралию. Дело в том, что за последние годы эта страна плотно подсела на азиатские сырьевые рынки. 65% внешней торговли Австралии прямо или косвенно завязано на сырье. Львиную его долю, примерно треть, выкупает Китай. Еще почти столько же – Япония и Корея. При этом китайская экономика в последние месяцы плавно опустилась к 7% роста ВВП. Это минимум с начала века. И это, по мнению ряда экспертов, сильно приукрашенные официальные данные. Вслед за Китаем сползают вниз почти все сырьевые котировки. То есть Австралия теряет вдвойне. И продукция у нее дешевеет, и партнеры из Азии снижают объемы закупок. Не исключено, что китайцы будут поощрять Канберу в ее затратной бюджетной политике. И однажды австралийцам придется поставлять сырье в счет погашения старых долгов. Полагает аналитик инвестдепартамента ВТБ-24 Олег Душин. Будет покупать австралийские бумаги. Соответственно, Австралия окажется продикторатом Китая. Как он подарил в будущем? Если наш антроцит в своем паре, то мы его взяли в эту страну. Зато я вполне, так сказать, обсуждаю. Основные статьи австралийского экспорта это уголь и металлы. Строго говоря, они не в тренде уже много лет. Железная руда и антроциты за последние 4 года подешевели в 3 раза. Но если, например, на Украине из-за этого случился коллапс экономики, то австралийцы научились жестко демпинговать и благодаря этому удержаться на плаву. Буквально заваливая азиатские рынки своим сырьем, они вытесняли оттуда Россию, Чили и других крупных поставщиков. С прошлой зимы такая схема больше не работает, ведь валюты добывающих стран, в том числе и рубль, резко подешевели, а вместе с ними и экспортное сырье. Единственное, что спасет Австралию, это девальвация местного доллара, считают экономисты. Но пока власти сумели удешевить национальную валюту всего на 20%, и у них это заняло целый год. Для сравнения, российский рубль в тот же период дешевел в 3-4 раза быстрее. Валерий Мирьянов, ВЕСТФМ. В Москве планетерство. В СУЗе Наталья Клинистова. В Росторизме считается тревожной организацией строительства в Турции. Она потом заявила вклад в службу ведомства Ирины Щеголькова. Она рекомендовала отдыхающим оставаться в туристической зоне, не посещать дальние экскурсии. В СУЗе Наталья Клинистова, хотя туристические зоны серьезно и усиленно охраняются, гарантировать полную безопасность сейчас никто не возьмется. В Росторизме напомнили, что Министерство иностранных дел еще на прошлой неделе посоветовала россиянам, которые отправляются в рубежные поездки, серьезно задуматься о том, насколько они готовы рисковать в своей безопасности. В СУЗе Наталья Клинистова, в Турции, в городе Сурич, не менее 27 человек погибли и более 100 получили хранение. По данному отнюсу, жертвами зоны стали студенты, которые собирались отправиться в Турции, в городе Кабани, в составе свой отряды на восстановление градов, разрушенных террористами.